Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 21 июля, в неделю пятую по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает празднование в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Казанская икона Богородицы, пожалуй, самая любимая и почитаемая на Руси. Ее чудесное явление 8 июля 1579 года по старому стилю в городе Казани особенно способствовало возвышению православия среди волжских народов. Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной своей жизни, разделявшая со святыми апостолами благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила послать им небесную помощь, явив свою чудотворную икону. 28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. Вера Христова, говорит летописец, сделалась притчей и поруганием, но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения православия на всей Златоордынской земле, будущем востоке русского государства. Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара, строил дом стрелец Даниил Анучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками православия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ вблизь расположенный храм во имя святителя Николая, откуда после молебна перенесли его с крестным ходом в Благовещенский собор, первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца – Иосиф и Никита. Список с иконы, явленный в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явление храм в честь казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретенью святыни, приняли постриг в этой обители. В Никольском храме, где был совершен первый молебен перед казанской иконой, был в то время священником будущий патриарх Ермоген, святитель Московский. Через 15 лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом казанским, он составил сказания о священных событиях, очевидцем и участником которых был. Повесть и чудеса, причистая Богородицы, чеснага славного, ее явление образа и же в Казани. С большой фактической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по молитвам верующих. Рукопись повести, автограф святейшего патриарха Ермогена, целиком воспроизведена в фоксимильном издании, сказании о чудотворной казанской иконе Пресвятые Богородицы, с предисловием Соболевского. Небольшая икона, обретенной девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой окраине Российского Царства, стала вскоре всенародной святыней, знаменем небесного покрова Божией Матери, явленного всей Русской Церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие причистой владычицы в исторических судьбах Родины. Не случайно казанский образ является списком с древней влахернской иконы написанной и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Адигитрия, путеводительница. Много раз матушка Казанская указывала путь к победе русским православным воинам в исполнении их священного долга перед Богом и Родиной. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых великомученика Прокопия, праведного Прокопия Устюжского, Христа ради юродивого чудотворца, праведного Прокопия Устьянского, священномучеников Александра Попова, Феодора Распопова и Николая Брянцева, пресвитеров. Воспоминается знамение от иконы Божией Матери Благовещения в Ограде Устюге чтимые списки из Казанской иконы Божией Матери в Москве, Казани и Петербурге, а также прославляются Ярославская, Вязниковская, Нижнеломовская, Витебская, Тобольская, Коплуновская, Тамбовская, Пензенская, Песчанская, Чемеевская, Высочиновская, Вышинская, Якобштадская иконы Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! В годину смутную Господь дарует милость, на брег спасения чудесно снесены, полки неверных, тьма воров, что и не снилась, отбиты доблестно, лишь верой спасены. Святая Богородица в Казани явила свой преславный чистый лик, и, как вещают тексты из сказаний, народом полюбилась в тот же миг. Заступница усердная, благая, прими же похваление от нас, несчастным и бездольным помогая, покрова не лиши нас в оный час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok